Угрозы в адрес Ваги Аветяна стали поступать с 2015 года. Соболезнования азербайджанскому народу в связи с годовщиной ходжалинского геноцида, критика оккупационной политики армянского руководства вызвали тогда негодование в Ереване. Однако, с своего пика преследования достигли, как говорит Ваги Аветян, после его многочисленных интервью телеканалу CBC. По словам Аветяна, дело дошло до того, что его стали шантажировать возможностью видеться с малолетней дочерью. Снимай эту статью, увидишь дочь. Не пиши эти самые, то, может, не лишим права. У меня постоянная паника о моей дочери. Из Армении сейчас у меня тысячу писем, где клянутся, что будут меня убивать, моих детей убивать, насиловать и так далее. Однако в письме, поступившем посредством социальной сети на телеканал CBC за подписью Ирины Аветян, экс-супруги политэмигранта, сообщается, что Астрид Аветян в безопасности. Ее жизни и здоровью никто и ничто не угрожает. Я Ирина Аветян. Ее мать. Делаю и сделаю все для того, чтобы оградить ее от любой потенциальной угрозы. По словам Ваги Аветяна, увидеться с дочерью ему позволили лишь на днях. Он подтвердил, что сейчас четырехлетняя Астрид вместе с матерью находится в Стокгольме. Более того, по словам политэмигранта, появилась возможность наладить взаимоотношения с бывшей супругой и исключить ее угрозы о лишении его родительских прав. Все статьи будут стоять. Ничего не снимается. Ничего из моих текстов никогда не снималось. Ни одно слово не менялось. Исчезнут только тексты о моей дочери. И не потому, что я боюсь того, чего я сказал. Говорить об угрозах в его адрес со стороны спецслужб Армении Ваги Аветян пока не желает. Но еще раз подтвердил. Они ему по-прежнему поступают. Мнение оппозиционера о его родине и армянских властях не изменилось. Я вам говорю, заявляю юридически, брав на себя ответственность. Судите меня за это. В Швеции и в Армении я не пойду. Это, конечно, в КГБ под суд. Все чекисты без исключения. Там нет свободных журналистов. Быть не может. Там президент не может даже свое слово говорить. Вы, люди, не понимаете, что там никто ничего не может говорить на самом деле свободно? Ваги Аветян открыто заявляет, что и дальше будет осведомлять общественность о плачевной ситуации, в которую посредством политики армянских властей уже многие годы загнан народ Армении.